Приветствую. Я представляю команду МИР. Подготовили решение заказа исполнения подряд. Собственно, задачу решаем, то есть оптимизация логистических цепей с учетом множества параметров. Ну и взаимодействие, проблема взаимодействия с внутренними исполнителями, дирекция по комплектации там и автопарк. Понятно. Но сейчас-то, а внутренние, может быть, это будут и днишки. Ну, решение, примерно, как видим, то, что это на мобильном телефоне, по идее, ну, там 8 ролей. Значит, то, что мы применили, мы не стали придумывать от чего-то там от себя. Мы взяли, рассмотрели решения логистические, которые уже существуют на рынке. Вот, посмотрели там офенсорсные решения, почитали, какие лучше, какие хуже, вот, какие применяют вообще в реальности. И, собственно, применили Google Word Tools. Вот, собственно, ну, это решение задачи, кроме вяжора, только более с ограничительными там опытами, там, с временными. Это проблема уже с Z-транспортом, которая тоже уже не новая. Вот. Ну, и там разные методы. И, в частности, вот, применили эвристический метод. Ну, на самом деле, мы делали на тестовых данных. Вот, собственно, так мы примерно видим там личный кабинет в виде мобильного приложения, по идее. И дальше проработка уже тех, ну, арм, да, там, рабочих мест, там, прораба, на складе, там, соответственно, там, диспетчер, чтобы менять. Что такое был заказ ЖБИ? Ну, предыдущий. Да, здесь, вообще, насколько мне известно, в любом проекте есть снабженец. Когда мы разговаривали, то роль снабженца выполняет прораб. То есть, соответственно, нужно сделать заказ. Нет. Вы об этом не говорили. То есть, у вас есть четкие рейс-комплекты, которые вы можете развести. Прораб, сам, у меня тогда проводка, два опыта, да? Всего опыта. А проводка, да. Ну, тогда, там, девятый, получается, еще полная роль, собственно, кто делает заказ. Потому что... Это уже управление цепью поставок. В системе необходимы данные, а откуда рейс-комплекты брать. То есть, нам нужны данные, откуда эти рейс-комплекты появляются. Соответственно, кто-то их должен везти. Откуда-то они должны взяться. Вот. Ну, собственно, примерно, как внешний вид склада, то, что... Ну, понятно, там есть временные слоты. И, соответственно, поменять слоты, если приехал там... Не доехал, а уже есть машина, которую надо загрузить. Соответственно, надо поменять местами. Вот. Это такая большая схема, где мы продумали там, в том числе с Internet of Things устройствами, которые можно на автомобиле, да, наставлять. Ну, по факту, так как не везде доступна может быть связь, то, скорее всего, это все надо очень сильно упростить. Мы, на самом деле, продумывали схему там с блокчейном, чтобы автоматически расчеты. Но, опять же, это не в неком, там, сильно будущем. Пока же у нас на тестовом, там, примере, мы взяли просто тестовые данные, на самом деле, даже не из датасета. И получается примерно такая картина, которая... Это задачи решения, которые работают у других компаний. То есть, можно сказать, что это работащее решение, да? Например, как это... А датасеты, почему вы в нашей меню взяли? Ну, они... Там есть сложности, на самом деле, с датасетами. Во-первых, они неполные, чтобы применить. Ну, и плюс дополнительные ограничения, которых реально очень много. Просто... Почему неполные? Почему не хватало? Я сейчас затрудняюсь ответить. В общем, когда мы столкнулись с заполнением, то пришли к выводу, что мы просто этого за два дня просто, напросто, не успеем сделать. Поэтому взяли то, что можем сделать и сделали вот это. Вот. Какой эффект мы видим, вообще говоря? По нашим подсчетам, строительство одного двадцатикаэтажного дома, то есть тысяча квадратов на этаж, порядка 800-900 миллиард рублей. Вот. И, ну, при себестоимости 28-35 тысяч рублей за квадратный метр. Значит, логистика среди всего этого, она занимает порядка десяти процентов. Это по средних данных ВВП по Европе. Ну, мне кажется, что строительство это примерно такое же. Значит, есть данные о том, что применение решения задачи ВРП, да, там, логистической, оно может сокращать вдвое. Ну, как мы общались, то есть вдвое – это нереально, но процентов на двадцать может быть. И даже если это будет десять процентов, от десяти процентов один процент сокращения себестоимости – это, там, восемь миллионов рублей с каждого дома. А данные по себестоимости вы отгрузили? Это, опять же, открытые данные. Ну, из интернета то, что средняя себестоимость строительства от двадцати восьми до тридцати пяти, я взял, там, двадцать восемь минимальную. Это для Москвы, для Москвы и Московской области. Вот. Я не знаю, включена ли тогда стоимость земли. Вот. Ну, тип партнерства, как нам видится, ну, создание проекта. Мы можем выступать в роли подрядчиков или внутри команды. И мне кажется, что лучше внутри на пик, потому что мы реально не очень погружены в саму тему, а там очень много нюансов. То есть, по моему опыту необходимо очень сильно погружаться и жить, там, так сказать. Вот. Бюджет, который нам видится на ближайшие полгода – это шесть миллионов рублей, за которым можно реализовать оптимизацию доставки ЖБИ решения. Ну, примерно через полгода. Ну, и дальше развитие, там, оптимизация доставки других стройматериалов, там, электронный документооборот, то, что вот как раз мы делаем с ЦП, оптимизация передачи документов, да, между контрагентами. А расскажите вот про электронный документооборот, как вы его видите в поставках? Водитель едет, ТТН, ну, интересно. Ну, мы, вообще говоря, разрабатываем то, что называется экономические протоколы взаимодействия между участниками, где есть электронный документооборот. И есть понятие, ну, ключей. Вот, сейчас это делается через ЦП между предприятиями, которые там сертифицированы, вот, между участниками, когда это в рамках одной компании или в рамках одного холдинга, то это не требуется, и можно применять свои решения, не обязательно сертифицированные там стеком ФСБ. Вот, и мы применяем вот, ну, то, что на блокчейнах, то есть, когда есть ключ, да, у каждого, получается, и это работает уже на мобильных устройствах. Давайте, чтобы мы не ушли в лекцию про электронный документооборот, к другому задам вопрос. Есть документ, который обязан с собой водитель от завода там довести до того, кто у него это примет. И как там электронный документооборот? Это просто нет. Первое, второе, этот документ является основанием для установления первичной документации выпуска чека услуги к заказчикам и оплаты. Передача мотоотребственности, прежде всего. Смотрите, есть бумажный документ, который необходимо вести с собой, то есть, в момент перевозки, ну, чтобы проверяющие всякие пути, и этот документ, он сейчас является первичным там для дальнейшего. Но у нас, как бы, если мы говорим про электронный документ, то это просто бумажка, которая прикрывает, ну, вот, ну, это некое будущее. Вот сейчас, да, вот, в неком будущем, в момент совершения сделки, то есть, когда приехало, дальше это фиксируется, данные попадают и к заказчику и сюда, а бумага, она является вторичной. Ну, это, опять же, некое будущее. Собственно, вот, то, чем мы занимаемся, это экономический протокол, там, цифровые бойники, коллеги про это говорили, ну, мы разрабатываем, там, логистическую платформу, ну, проработку, там, больше теории, вот. Вот, мы занимаемся, вообще-то, экономикой, цифрономикой, там, в рамках нашего института цифровой экономики, блокчейн-решения, ну, и протоколы. Вот, ну, собственно, наша команда, наша команда МИР, ну, собственно, вот, всё. А вы в какой еще раз компанией работаете вообще? Ну, у нас институт цифровой экономики, есть юридическое лицо, поножка, автономное некоммерческое общество. Вот, мы делаем, ну, курсы, лекции и так далее, решения, мы разрабатываем платформы. Платформы на решения, в целом, для отрасли экономики различных. Но, опять же, это больше теоретическая, с проработкой, с технической точки зрения, это то, что касается блокчейна и протоколов, передачи экономических сообщений. Это на базе, сейчас, есть протокол финансовых сообщений, если 22-22, вот, примерно, то же самое, только про экономику, взаимодействие между участниками. Передача документов, актов и т.д. Коммерческих решений у вас нет, да? На данный момент пока нет. Хорошо, спасибо. 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 Спасибо.